Девчонки, всем большой привет! С вами Юля и сегодня для вас видео о покупках. Видео, скорее всего, будет состоять из двух частей, так как покупок было очень много, как декоративной, так и уходовой косметики. Есть у меня о чем вам рассказать, были как разочарования, так и продукты, которые стали моими любимчиками. И начну я, наверное, с декоративной косметики. И первое, это вот такой блеск для губ, это у нас Ари Флейм, мне его заказала сестра, я была разочарована. Он мне очень понравился на губах у сестры, сейчас у меня тоже на губах, смотрится, в принципе, он неплохо. Но у него очень неприятный запах, и вот когда вы накрасили губы, вы дышите, и вот какая-то отдушка от этого блеска, она очень неприятная, даже кисточкой это назвать нельзя. Вот такая вот треугольная пластмасска, которая просто гнется немножко, но ей очень неудобно наносить блеск, и порекомендовать я вам его ни в коем случае не могу. Я сделала себе большой заказ, и на данный момент мне еще не все пришло. С чего же я начну? Это, разумеется, долгожданная кисть от Sigma, Round Kabuki F82. Я не буду долго рассказывать об этой кисти, она есть практически уже у всех, и в принципе у всех у нее положительные отзывы. Я тоже очень люблю эту кисть, я ей наношу и базу под макияж, и тональную основу. Она прекрасно наносит, прекрасно растушевывает, на данный момент это моя самая любимая кисть для основы. Моется замечательно, ничего из нее, никакие волоски не вылазят. По пятибалльной шкале я могу ей поставить 5 с плюсом, потрясающая кисть, и я не разочарована, что я ее приобрела. Также я заказала себе два карандашика от NYX, очень я долго их хотела. Это Jumbo Eyes Pencil, черный 601 и Milk 604. Потрясающие карандашики, у них обалденная пигментация, они очень мягкие, прекрасно работают как основа под тени, как база под тени, и прекрасно можно делать и Smoky Eyes с ними. Потрясающие два карандашика, я могу их порекомендовать с огромным удовольствием, вы не пожалеете. И я сейчас задумываюсь над тем, чтобы приобрести и другие оттеночки. Также я заказала себе пигмент от NYX, это оттеночек 03. Я заказала несколько пигментов, но в наличии был только этот, и я вот жду все остальные. Он очень красиво смотрится на глазах, очень нежно, очень деликатно, и он смотрится дорого на глазах. Нет вот этой дешевизны блестящей, очень хорошо они выглядят, хорошо держатся. Также у меня никаких претензий к ним нет. И я понимаю, что я все больше и больше влюбляюсь в косметику NYX. Я заказала уже несколько палеточек себе, как только они придут, я сразу сделаю на них обзор, поделюсь с вами своими впечатлениями, сделаю, возможно, с ними макияж. Подарила мне сестричка двое минеральных теней, это у нас Snow Glitter и Бежевый Glitter. Также они нежно наносятся, но вот этот бежевый оттенок мне очень понравился, сейчас он также у меня на глазах. Помимо этого пигмента у меня еще много чего на глазах, поэтому я не думаю, что вы поймете, где именно он. А вот этот Snow Glitter, я немножечко разочарована, в том плане, что его практически не видно. Он настолько нежный, настолько деликатный. Ну, я покажу поближе, вы посмотрите, как только его наносишь, вроде бы как результат нравится. А вот, ну, проходит буквально минут 5-10, и куда-то он пропадает, и его практически не видно. Такое легкое, легкое, нежное сияние. А вот этот оттенок беж, он просто потрясающий, я его использую как на все подвижное веко, так и легкое смоки, мне очень-очень нравится. Я оставлю ссылочки на них, где мне заказывала их сестра, и вы сможете зайти посмотреть. Также одно из моих разочарований, это я приобрела вчера, мы ходили в кино, и целый день гуляли, и я забыла свою гигиеническую помаду дома. И решила, забегу, куплю в аптеке, какая там есть, и вот попробую. Ну, вот, как первую попавшуюся купила, так она мне и отплатила. Лаура Конти, с лимоном и витаминами. Она пахнет лимоном, ну, не просто лимоном, а вот как лимонный свежитель воздуха в квартиру, ну, вот так он и пахнет. На губах он не очень приятный, ну, полное разочарование. Также нас вчера занесло в Литуаль, я просто не могу мимо проходить этого магазина. И заметила я, что к нам привезли косметику Art Deco. Очень скудненький выбор, очень мало всего, но появилось. И я решила попробовать вот такие тенюшки, с прозрачным пластиком, написано Art Deco. Оттенок у меня 85-й. И вот такие вот белоснежные, с блеском тенюшки. Они очень приятные, это минеральные запеченные тени. Они выглядят очень красиво, они нежно мерцают. Я их наношу как под бровь, так и в уголок, во внутренний уголок глаза. Если вы пользовались запеченными тенями, то вы знаете, что запеченных теней хватает безумно надолго. Они очень плотно спрессованы, и маленький расход идет при макияже. Они мне очень понравились, и мужу очень понравились. Я их взяла, так попробовала, смотрю, и муж их взял, говорит, пошли купим. Нравится? Бери. Так что вот понравились, взяла. Также из декоративной косметики я приобрела себе вот такую тушь. Это одна из моих любимых тушей. Zoom Zoom Mascara от Belle. У меня 5 или 6 разных тушей от Belle, которые я пробовала на протяжении года. Снимала я видео о тушах, но мне не понравилось качество, поэтому я его удалила, и нужно переснимать. Здесь очень хорошая кисточка. Она такая идет елочкой. Книзу шире и кверху сужается. Ей очень хорошо наносить. Здесь ворсинки силиконовые, и они разной длины. Я этой тушью довольна, а за 35 гривен она просто волшебная. Из декоративной косметики пока все. Все остальное, все покупки еще едут. И сейчас я, наверное, перейду к лакам для ногтей. А дальше уже будет уходовая косметика. Лаки для ногтей буду показывать поближе. И начну с разочарования. Вот этот лак от Фармаси или Фармаси, так я не узнала, как правильно читается. Цвет красивый, но лак просто отвратительный. На руках он у меня вообще не высох. Я ждала, наверное, минут 40, и он так и не высох. Вот он вот здесь на пластиночке. Я нанесла его вечером. И утром, вот утром только он подсох. Ничего хорошего об этом лаке сказать не могу. Даже если цвет неплохой, но с тем, как он сохнет, ни с одной сушкой он не высыхает. Лучше его не брать, я никому не советую. Первыми у меня появились вот такие три лака от Фармар. В одном из моих влогов вы уже видели у меня его на ногтях и спрашивали, что же это за лак. Номер это 435. Он в бутылочке, ну, кажется просто зеленым. Но когда на него падает солнечный свет, то он переливается. Вот здесь он у меня на пластинке. Сейчас на него, конечно, не падают лучи солнышка или электрический свет. И вот он такой зеленый, темно-зеленый металлик, бутылочный такой. Красивый очень цвет. И на нем очень красиво смотрятся рисунки или стемпинг для ногтей. Вот такие два лака от Фармар. Это Дуо Хром. Они выглядят, как майские жуки. Вот они так переливаются. И один и тот же лак может передавать абсолютно разные оттенки. В зависимости от того, какое освещение на него падает. Вот они такие очень интересные. Дуо Хром 02. Зелено-золотой отлив у него. Дуо Хром 01. Он тоже с золотым отливом. Но вот он более бежевый. Он у меня сейчас на ноготочках. В два слоя вот так он смотрится. И когда на улице солнышко, они выглядят просто потрясающе. Обалденные два лака. Бутылочки, может быть, они похожи. Но когда наносишь на ноготочки, оттенки абсолютно разные. Дальше один из моих любимых лаков на данный период. Актив Биогель. Он выглядит, как бежевый лак на ноготочках. И в нем вот такие вот черные точечки. Вкрапления сейчас очень модные эти лаки. Но в этом лаке написано, что он еще идет и как лечебный. Это номер 423. И там много чего интересного про него написано. Он и восстанавливает. Я не могу судить, насколько он хорош именно в плане лечебных свойств. Но на ногтях он смотрится просто потрясающе. Вот он на пластиночке. И также в одном из видео он у меня уже был на ногтях. И вы расспрашивали у меня. Дальше я заказала себе вот таких три лака от Dance Legend. Те, кто на Украине не могут найти лаки этой торговой марки, я оставлю вам ссылку под видео. Я заказывала их через группу ВКонтакте. И там абсолютно все лаки Dance Legend представлены в полном ассортименте. Начну вот с таких двух лаков. Они просто обалденные. Они такие веселые, весенние. На нежно-пастельном зеленом фоне. Блестинки разных размеров. Там и золотые, и серебристые, и темно-зеленые. Номер 949. А в фиолетовых оттенках 945. Также на нежно-пастельном, таком сиреневом цвете. Разноцветные блестки, серебряные, мелкие-мелкие синие и более крупные синие. Наносишь их на ноготочки, настроение поднимается. Весна в душе, несмотря на то, что на улице до сих пор еще слякоть и прохладно. Качество у них хорошее. Я наношу в два слоя, так как в один слой основа такая достаточно прозрачная. А в два слоя вот так получается. Это номер 01. У него крышечка такая рельефная. И эти лаки сами на ноготочке выглядят вот так рельефно. Очень красиво смотрится на ромашке. Но у меня с ним возникли проблемы. Мне тяжело нанести его равномерно на все ногти. Чтобы вот одинаковой толщины слой был по всему ногтю. И мне посоветовали нанести его без основы, без базы, без прозрачного лака. А если наносить какую-то основу под низ, то вроде бы как все эти шарики проваливаются. И из-за этого получается неравномерное нанесение. Вот такие 8 лаков я приобрела себе последнее время. Я ими довольна. Всеми, кроме вот этого лака от Farmacy. Напишите, какой лак вам больше понравился. Какой бы вы хотели попробовать. Или какие лаки от Dance Legend вам понравились. А я еще не пробовала. И как вам кажется, я бы тоже хотела его попробовать. Мне будет очень интересно. Буду заканчивать первую часть видео. Чтобы не делать видео слишком-слишком длинным. И переходите, смотрите вторую часть о покупках. Спасибо.